Командующий вооруженным силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского, украинские военные в соответствии с полученным распоряжением вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам, своих же солдат с преобладанием снарядов 10 к 1 под постоянными бомбардировками — это единственно правильное решение. О том, что происходит в Авдеевке, о том, что происходит на фронте, на горячих точках, поговорим об этом с Александром Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Новости из Авдеевки буквально каждый час все больше и больше меняют картину, но понятно, что есть уже какие-то очертания и понимание, что выходят. Скажите, пожалуйста, что происходит на данный момент и насколько оккупантам удастся продвинуться в каком-либо далее направлении? В настоящее время продолжается процесс вывода подразделений из Авдеевки. Последним этапом это является вывод из Коксахима и 9 квартала, который, пожалуй, самый укрепленный сектор из всех в составе города. Собственно, процесс продолжается. Основная его часть уже завершена. Российские оккупационные войска находятся в большей части частного сектора в самом городе. И, в принципе, что дальше? А дальше будет ситуация очень схожая с той, которая возникла в свое время с Бахмутом. Когда российские оккупанты захватили Бахмут, и тоже возник вопрос, а что дальше? Ну, вот они его возникли. Они его захватили и куда далее двигаться? На Северск, в северном направлении, нет, они не смогли продвигаться. А Славянск, аналогично, у них не было возможности продвигаться в направлении Славянска. Им была нужна определенная оперативная пауза, которая растянулась практически в год. И только сейчас, причем за время этой, назовем это так, условно, оперативной паузы, российские оккупационные подразделения потеряли контроль над юго-западным сектором Бахмута. То есть Клещевка, Андреевка, и не смогли даже захватить за этот период Ивановское. Сейчас они пытаются продвигаться в направлении Часова Яра, то есть им на эти процессы понадобился практически год. Аналогично и с Авдеевкой. Куда дальше будут двигаться оккупанты от Авдеевки? Они будут двигаться в направлении Константиновки на север по трассе Н-20? В принципе, вполне могут, но это займет, опять-таки, для них потребует значительного ресурса. Это почти 25 километров по защищенной местности с рубежами и линиями обороны. Аналогично в направлении Покровска. Не так уж и просто. Там, опять-таки, довольно-таки серьезные линии обороны. Это по прямой 40 километров. Но это только звучит так, оно 40 километров. А это рубежи, это многочисленные рубежи, которые выстроены сейчас силами обороны Украины. То есть, в какой-то степени, россиянин останутся в Авдеевке зажатыми в состоянии анабиоза. Возможно, я даже не исключаю, на какой-то период времени полностью вся ответственность за эту зону ляжет на подразделения 1-го армейского корпуса. А подразделения 2-й общевойсковой армии и 41-й общевойсковой армии, те механизированные мотострелковые бригады, которые были переброшены из группы войск-центр, они будут отведены для восстановления боеспособности и возвращены в Луганскую область, где будет в первую очередь делаться акцент на подготовке условий для наступления на Купинск. А в районе Бахмута к Бахмуту будут переброшены дополнительные силы для усиления давления на Часов-Яр. Ну, то есть, в принципе, мы можем это назвать очередной первой победой Российской Федерации. И кроме как политическими мотивами, наверное, невозможно объяснить эту маниакальную зацикленность на взятие Авдеевки. Ведь от города уже ничего не осталось, собственно. Да, в принципе, там какой-то глобальной тактических, либо я не говорю даже про стратегические тактических каких-то моментов они не получают. Ну, разве что сейчас очень много говорят о том, что могут восстанавливать движение через Ясановатую. Однако, тут опять-таки вопрос, какой смысл восстанавливать движение, если все равно объект находится в зоне огневого воздействия со стороны села обороны Украины. И чтобы обезопасить Ясановатую, так это необходимо линию боестолкновения, от нее отодвинуть километров на 40, где-то так, но никак не, например, на 10 или 15 километров. То есть это им ничего не дает в вопросах создания даже буфера безопасности. Поэтому любые оправдания тех колоссальных, действительно просто колоссальных жертв, которые понесли российские оккупационные войска в ходе этого наступления, мягко говоря, оно не оправдывает само себя абсолютно по всем показателям. Да, в этом даже Z-блогеры, Александр, пишут, можно их цитировать, но не называя, да, то, что сейчас происходит в Авдеевке, это вчерашнее сообщение, выходит за все рамки нашего понимания, за сутки только погибшими более 1300 российских военнослужащих, еще тысячи раненых не успевают оказывать помощь и оставляют на поле боя. Тарнавский говорит о том, что они наступали просто по трупам своих же собратьев, невозможно здесь говорить, российских солдат. Цена этой победы, насколько она выше, чем бахмутская цена? Так, что потрачено? Она прикрыла бахмут, ну смотрите, если мы говорим про верифицированные данные, то по состоянию на конец января 2024 года, то есть с 10 октября, начало наступательной самой операции и до конца января 2024 года верифицировано было по разным источникам от 400 до 600-650 единиц уничтоженной техники, танков, ББМ и так далее. От 400 до 650. Что такое верифицированные данные? Это фото-видео. Есть, происходит идентификация техники по фото и видео, но это то, что верифицировано. А есть и часть, которая не верифицирована, с совершенно другим коэффициентом. То есть можно сказать, что за 4 месяца наступательной кампании российским направлением Авдеевки они потеряли где-то до 1000 единиц техники, как в городских боях, так и за пределами города в полевых условиях. Данные относительно потери личного состава разнятся абсолютно разные. Есть данные 15 тысяч, есть данные 20 тысяч, именно двухсотых убитых. И это все уже само по себе перекрывает показатели Бахмута. Но главное то, что Бахмут, он сам по себе город площадью намного, ну не намного, он где-то в полтора раза больше, чем Авдеевка. Больше Авдеевки. Бахмут имел более протяженную линию фронта, линию боестолкновения, чем Авдеевка. И до Бахмута российским оккупантам нужно было еще пройти определенную часть полевых боев в поле. Там 10-15 километров в зависимости от направления, по которому они продвигались. А в то время как в районе Авдеевки максимальная дальность до линии боестолкновения, с которой начиналось наступление, было 2 километра. А к югу, южный сектор Авдеевки, он вообще практически, виноградники, они практически примыкали к линии боестолкновения, там между виноградниками и минеральным, там меньше километра расстояние. То есть считанные сотни метров и серой зоны, и фактически это уже городская черта Авдеевки. То есть затраченный ресурс был в разы больше для захвата этого маленького действительно городка. А эффект какой от этого, какая польза, кроме того, что Путин сможет, например, выйти к федеральному собранию и сказать, вот мы, как они любят это говорят, освободили Авдеевку. И на выборы аналогично пойдет под такой аккомпанемент. А положено все было, ну практически, скажем так, положенный этот ресурс был впустую. И касаемо еще потерь, есть такая информация, что именно из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой россияне были вынуждены разворачивать дополнительные морги и передвижные крематории на территории Купировной Донецкой области. Это подтверждает Центр национального сопротивления. А еще хорошая новость относительно этого направления, да, это то, что происходит на Востоке, это то, что сегодня стало известно о сбитии трех СУ. Это СУ-34 и СУ-35. То есть это урожай получается, вот ПВО наше справляется. А как это произошло? Можете рассказать какие-то подробности? Ведь СУ-шки это серьезно. В данном случае СУ-34 и СУ-35 сбитие стало возможным, по всей видимости, поскольку они нарушили нормы безопасности. Есть определенные требования безопасности по дальности глубине полета, дальности подлета к линии боестолкновения. СУ-35 это был запровождающий, охранный, назовем это так, истребитель. А СУ-34 выполняли функционал бомбометания, использования кап. Например, там ФАМ-250, 500, 1500 и так далее. Поэтому здесь, видимо, назовем это так. Во-первых, российское командование гнало, что людской ресурс, что все остальные компоненты гнали в шею, чтобы как можно скорее захватить город. А авиация на кураже и опять-таки в спешке, в авральном режиме, конечно же, могла допустить фатальную ошибку и сблизиться на то расстояние, которое было как раз в зоне действия наших средств противовоздушной обороны. И мы настолько удачно смогли уничтожить эту авиацию. Если бы мы каждый день могли уничтожать такое количество их самолетов, то у нас бы не было бы проблем с российской тактической авиацией в районе Авдеевки. Но, к сожалению, настолько удачный урожай это только сегодня. Обычно в районе Авдеевки российская тактическая авиация применялась грамотно, не подходя к тем зонам риска, где она могла быть поражена. Ну, то есть вчера это у них была спешка, паника. Вы обратили внимание, что вчерашний ад, он начался как будто по заказу взять Авдеевку любой ценой, чтобы информационно перебить смерть Навального, убийство Навального. Ну, возможно, это уже глубокая конспирология, но похоже, в общем-то, в принципе, что такие задачи могли ставиться. Вследствие чего и эти экипажи сужек допустили ошибки, о которых вы говорите. Но здесь важно, что вооруженные силы Украины подобные ошибки не прощают и держат ухо востро. Спасибо вам огромное, Александр, за этот разговор. Александр Коваленко, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok